Приветствую, дорогие друзья! С вами Макс Вайсман. В газете «Правда» появилась интересная статья. Свыше 50 работников Красноярского троллейбусного депо номер 1 вышли на акцию протеста. Повод протеста – низкая зарплата. Водитель третьего класса, я, правда, в водителях, честно говоря, не разбираюсь и в их классах, ну, в общем, водитель третьего класса, как тут написано, получает в среднем 17-18 тысяч рублей, то есть не дотягивает даже до 300 долларов. Зарплата кондуктора от 11 до 13 тысяч рублей, то есть около 200 долларов. Чтобы свести концы с концами, люди соглашаются на сверхурочную работу. А вы же прекрасно понимаете, что он управляет довольно немаленьким и опасным для других участников движения. И пешеходов транспортным средством, да? Когда сверхурочно работаешь, естественно, утомляемость выше. Как до аварий, понятное дело, недалеко. Люди пишут, что на работу они приходят к 5-6 утра, просыпаться надо, естественно, ночью. Работа, понятное дело, нелегкая, наверное. В коллективе «Настроение скверное» в этом году троллейбусное депо номер 2 объединили с троллейбусным депо номер 1. Процесс этот обозвали популярным словом «модернизация», ну, или «оптимизация» по-путински, да? Но, естественно, лучше не стало. Люди опасаются, что вообще троллейбусное депо закроют, и 500 человек, которые там работают, останутся без работы. Ну, а город, соответственно, Красноярск, между прочим, самый богатый город в Сибирском федеральном округе. Ну, вообще Красноярский край самый, в общем-то, богатый среди сибирских регионов. И вот в столице этого богатейшего края вот такая вот ситуация с троллейбусами обстоит. Парк насчитывает 100 машин, и только половина из них выходит на линию. При этом почти все машины эксплуатируются больше 20 лет. Запчастей не хватает, какая поломка, все это используются запчасти с других стоящих троллейбусов. То есть троллейбусы каннибализируются, да? Есть такое слово. В общем, что самое тут интересное, оказывается, что средняя зарплата по депо от 30 до 40 тысяч рублей. Вот такую статистику власти показывают. А когда люди реально работают, то почему-то 17-18 тысяч, а у кондуктора вообще-то 13. Но для путинской России это вообще нормально, когда статистические данные рассказывают рост зарплат на 11%, а когда ты начинаешь искать работу, то вообще не понимаешь, как на эти копейки кто-то еще соглашается работать. Кто-нибудь из вас хоть раз просматривал объявление о работе? Посмотрите, очень интересно узнать, на что вы сгодитесь. Ну, точнее, сколько дней вам хватит, чтобы прожить на эти деньги. Ну, давайте перейдем ко второй по значимости области в Сибирском федеральном регионе. По значимости по объему ВРП на душу населения. То есть по объему валового регионального продукта на душу населения. Второй областью в Сибирском федеральном округе по этому показателю является Томская область. Так вот, в Томской области инвестиции в основной капитал падают уже седьмой год подряд. Объем инвестиций снижается, начиная с 2012 года. Инвестиционный спад обусловлен снижением активности в обрабатывающих производствах, в том числе в добыче полезных ископаемых, в жилищном строительстве, в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве, в охоте, рыболовстве, в деятельности в области здравоохранения, социальных услуг и других. То есть, в общем-то, везде. О чем это говорит? О том, что люди, у которых реально есть деньги, которые могут инвестировать, не собираются этого делать. Вообще не собираются. А почему они не хотят это делать? Наверное, потому что власти создают такие кислотные условия, что не хочется просто заморачиваться. И третья новость, которая подтверждает вот эту вот теорию, это новость Интерфакса о том, что чистый отток капитала из России в январе-ноябре вырос в 3,3 раза. И по оценкам сейчас он составляет 58,5 миллиардов долларов. Ну, наверное, до Нового года вывезут все 60 миллиардов, да? То есть, люди, у которых есть деньги, стараются эти деньги вкладывать туда, где эти деньги, ну, как минимум, не пропадут. А в Российской Федерации такой гарантии, как мы видим, нет. Поэтому отток капитала увеличился аж в 3 раза только за 2018 год. Теперь скажите мне, а можно вообще верить вот этим победным реляциям Путина и Медведева, которые нам какие-то сказки о каких-то адских больших зарплатах и их росте рассказывают, росте экономики? Как так экономика растет, ну, они говорят, а инвестиции в основной капитал падают. А за счет чего она тогда растет? За счет того, что цены в рублях повысились. Я так понимаю, они просто в рублях считают, да? Вот вчера хлеб стоил 20 рублей, сегодня 30. В полтора раза все выросло. Прямо страна прет. А на самом-то деле количество произведенных булок хлеба-то уменьшилось просто потому, что уменьшилось. Кроме того, а какой нормальный человек будет открывать бизнес в этой стране, вкладывать свои кровные? Ну, если люди получают 11-13 тысяч в самом богатом городе Сибири-Красноярске. Если в этом городе люди зарабатывают 200, извиняюсь меня, американских убитых енотов ежемесячно, как можно рассчитывать на их платежеспособный спрос, если в лучшем случае они просто сведут концы с концами? Не дай бог им заболеть, между прочим. Потому что тогда уже, я не знаю... В качестве бонуса власти приготовили хорошую новость. Оказывается, теперь россиянам разрешили бесплатно рыбачить. А что это было платно, что ли? Я даже не знал, если честно. Любительская рыбалка остается бесплатной и свободной. А, остается бесплатной и свободной. Это означает, что она и была бесплатной и свободной. Но просто они подумали, они брать ли за это деньги теперь. Ведь у нас так мало рек, так мало озер. Надо экономить рыбу, ну, наверное, для каких-то колонизаторов, например, китайцев, которые берут в аренду российские земли на десятки лет, да? Надо же как-то беречь все это для кого-то. Думали власти, но передумали. Наконец-то хоть какая-то частица здравого смысла в их мозгах появилась. А может, они просто решили, что если у человека отобрать еще и удочки и при этом платить им всего 200 долларов в месяц, то они могут этими удочками и по щам настучать. А так хотя бы будут заняты рыбной ловлей. В общем, такие на сегодня новости. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok